В четвертом квартале 2020 года в индустриальном парке Есипова построят новый производственно-складской комплекс, сообщает Интерфакс. Комплекс займет площадь более 13,5 тысяч квадратных метров. Там могут располагаться офисы, шоурумы, склады и цеха. Это поможет фирмам не тратить время на стройку, а сразу же начать работу. Такой формат в России не так известен, а вот в США и Западной Европе пользуются большим спросом. Склад обеспечит более 120 рабочих мест. Объем инвестиций составит 490 миллионов рублей. Минтранс считает, что через 15 лет в общественном транспорте можно будет ездить абсолютно бесплатно. Но это при условии, что будет внедрен механизм, пользователь платит для всех категорий автомобилистов. С 2025 года им придется платить за проезд по дорогам регионального значения, а в 2035 за все дороги, включая дорожную сеть городских агломераций. Сам механизм возможен с точки зрения законодательства. Но пока что местные власти не могут вводить плату за проезд, поскольку необходимо иметь альтернативные бесплатные дороги. Подобный механизм уже успешно используется в Эстонии и Лондоне. В Солнечногорске около 7-го лицея на улице Почтовой провели рейд «Детское кресло». Сотрудники ГИБДД проверяли соблюдение правил перевозки детей. За час рейда было выявлено 4 нарушения. Дети младше 7 лет должны находиться исключительно в детском кресле и зафиксированной ремнем безопасности. Дети с 7 до 11 могут ограничиться одними ремнями безопасности, но только на заднем сидении автомобиля. Кресло должно соответствовать росту и весу ребенка. Такие рейды на территории Солнечногорска проводят не менее двух раз в месяц. Нарушение этих правил влечет за собой штраф в размере 3000 рублей.